вечер добрый дорогие братья и сестры христос воскресе с мало пасхой вас с воскресным днем как обычно у нас воскресный прямой эфир вопросы ответы беседа прошу прощения прошлого воскресенья я не смог с вами пообщаться надеюсь пообщаемся сегодня вопросов на за это время конечно задали огромное количество я сейчас и передо мной компьютер буду что-то отсюда черпать читать ну очень много вопросов благодарю вас за эти вопросы и конечно буду параллельно отвечать на те которые вы будете писать здесь во время прямого эфира начнем значит сейчас я перейду 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 так очень много людей писала давайте так батюшка здравствуйте с мужем вместе 13 лет четверо детей ему муж замечательный самый лучший в церковь мы ходили мало муж крестился вместе с детьми но вот на крещение младшего сына познакомились с батюшкой он так нам понравился стали ходить в храм почти каждый день я исповедилась первый раз первый раз причастилась сбросила с души камень целую гору летала как на крыльях первый праздник святой троица ходе ходили душа пела бабушка дедушка наш крестился ходе теперь в храм каждую неделю ну в общем люди очень рады что встретились встретили такого священника ну вот дальше проблема но тут конечно нужно уже будет расширенно отвечать тут начались неприятности что наш храм не достроен кровельные работы завершены начались дожди сначала службы шли под протекающей крышей все под все под зонтиками стали потом вовсе прекратились когда я пришла в храм говорить с бачкой предложить помощь взять реквизиты храма оказать помощь а нашему другому батюшке оказалось что наложили взыскание служить ему запретили срок запрета неизвестен ну давайте теперь немножко отвечу на этот вопрос дальше в принципе по смыслу люди очень переживают за батюшку как ему помочь в принципе не совсем понимают какие вопросы почему вообще могли какие-то взысканием батюшки есть человеческие факторы есть какие-то другие могут быть прещения со стороны правящей архиереи может быть на самом деле какие-то может быть средства и поступали он не целесообразных расходов может на другие какие-то не первоочередные в данной ситуации может быть первоочередная нужно было заняться кровлей ну бывают разные бывают налоги все думают что храм освобождены от налогов открою открою вам громейший секрет на самом деле не от каких налогов церковь не освобождена церковь отделана от государства то есть церковь государство не не говорит как церкви поступать в том или ином то есть не говори за призывайте допустим прихожан голосовать за того или иного там депутата главу или еще кого-либо церковь как бы не участвует в политических там дебатах и тому подобное вот ну здесь нужно сказать что все таки подчеркиваю этот вопрос мы платим и коммунальные всякого рода услуги и подоходные налоги то есть все возможно земельные имущественные потому что земля не всегда безвозмездно пользование а чаще всего это аренда вот поэтому вот может какие-то налоги и накопились которые он должен был в первую очередь заплатить ну вот с кровлей произошел такой коллапс может быть перевели его на другой приход где он более нужен был а здесь нельзя сказать что не нужен но может быть то есть другого священника пришлют который более решит этот вопрос быстрее то есть мы священники нас куда пошлют а мы служим по необходимости а самое главное по промыслу божию потому что иногда мы даже не по когда нам говорят вот или указ приходишь и вам нужно вот собраться ехать в то место которому он благословит правящий архиерей на самом деле мы расстраиваемся что что это нас ждет там ночи человеческий фактор на самом деле господь милостив всегда для души в первую очередь нам дают то что нам нужно это я могу четко сказать и о себе по что в моей жизни разно приходилось и послужить и пообщаться что посоветовать в этой ситуации люди конечно же молиться за батюшку слава богу что они встретили такого хорошего пастыря молиться им и пути господни несповедимы значит господь послал им этого батюшку для того чтобы они воцерковились приблились ближе к храму но сделала еще один акцент и идеализировать не нужно понимаете священник тоже человек и он же может также оступиться по слабости по немощи нужно всегда помнить что идеал это господь и выше господа никого не ставить нельзя ставить не святых не батюшку а в первую очередь господь батюшка указал может указать путь но это наша свобода выбора пойдем им или нет так ну вот так вот значит вопросы здесь дело к сыну в армии и не сходил на воскресную службу это грех вопрос написала вам в личку ответьте пожалуйста ну не знаю этот вопрос я в эфире прочитал поэтому не в личке а вижу что в личке что-то тоже написано ну я сначала и фирмы простите а потом личку в личке отвечу но этот вопрос отвечаю есть заповедь ветхом ветхого завета который принципе не отменялась шли с ней трудись сотвори все дела свои седьмой день посвяти богу сегодня у нас в западе мы слышим что субботу яка свята есть сегодня воскресенье почему потому что у нас малая пасха раз году великая пасха это христово воскресенье поэтому для нас сегодня значимый главный день обычно обиходная неделя это воскресенье поэтому мы должны соблюдать конечно приходить в храм на службу но в идеале конечно особенно если вспомнить первых христианские времена не просто приходили на службу а приходили соединиться со господом готовясь к причастию ну естественно сегодня нужно не просто прийти на причастие нужно подготовиться и поисповедоваться каноны почитать попаститься то есть сделать как это положено а не ввозь ну все идут и я пойду так нельзя конечно делать потому что это грех и такое пренебрежительное или нерадивое отношение ну отвечу на вопрос не пришла на воскресную службу если это крайне конечно уважительная причина но господь сердце видится он не вменит как бы это в грех если вы системно посещаете храм или вас это норма такой христианской православной жизни ну а если мы когда и когда никогда сходим в храм понимаете можно разделить я думаю многие батюшки согласятся что люди заходящие в храм делятся на две части на прихожан и на захожан кто такие прихожане которые являются частью прихода которые воцерковленные люди или как минимум воцерковляющиеся то есть все духовно образовываются благодаря священнику благодаря своему внутреннему желанию потребности прошу с 90-х лет к перестроечных у нас 27 лет прошло и говорить что нас не учили или нас не учат это абсурдно потому что у нас целое поколение с 27 лет может вырасти поэтому шесть дней трудись седьмой день посети бог но а захожане эти те которые зашли в храм может быть даже по велению души и пожеланию поставили свечку и ушли но это не часть церкви это захожане ну вот есть необходимо зашли нету ну авось ничего не поджало следующий вопрос как относиться курению со страданием и конечно если о людях говорим мы не можем человека судить человека нельзя осуждать грех можно чтобы самому в него не впасть а человек и нельзя человеке нужно позаботиться как минимум молитвенно помолиться о нем если в конкретно в этой ситуации то иконе божьей матери неупиваемая чаша которую мы молимся в когда человек болен грехом табакурением винопитие наркомании игромании компьютерной зависимости то молятся иконе божьей матери неупиваемая чаша состраданием как болящему человеку если сам куришь конечно также и молиться и всячески бороться и каяться в этом грехе потому что я много людей знаю который справился этой болезнью когда поняли что это пагуба не только для тела мы понимаем что это постепенный суицид всякое рода курение винопитие алкоголизма но это не только беда скажем лично для человека но это беда ну и для близких как выйти из злого состояния надо понять почему вошли во первых это состояние я попрошу секундочку пока не песни не писать вопросы потому что у меня уходят я потом тяжеловато мне будет их потом возвращать искать читать отвечу сначала на вопрос как выйти из состояния такого тяжелого раздражительного во первых на не входить дальнейший спор сразу уходить нет соблазна нет греха уходить сразу в идеале читать в себе молитву краткую и сладчайшим господи помилуй меня грешного то есть потому что мысли она порождает дальнейшее действие сначала слово потом дело поэтому конечно это молитва это можно в принципе что еще сюда выпить успокаивающий что-то но в первую очередь нужно понять от чего раздражитель если мы поймем от чего раздражитель и постараемся избегать предь этого раздражителя то я думаю со временем и научимся избегать этого вообще порекомендую помолиться какой-то даже период почитать канон покаянный и молитву иконе божьей матери умягчения злых сердец еще называется на семистрельная икона божьей матери потому что что такое молитва это наша беседа беседа с господом богородицу святыми которые мы также порой и получаем ответы вообще бросать тяжело пишите вообще с очень тяжело бороться потому что он слишком глубоко проникает в нас и порой очень трудно искоренить проще иногда знаете как господь сказал если соблазняет тебе глаз вырви его если соблазняет тебе еще что-то там рука или еще что то то и вообще так у меня вот чуть-чуть я смотрю что-то с компьютером хотел почитать другие вопросы он просто забаловался сейчас секундочку прошу прощения то у меня тут чудеса какие-то ну все как говорят всяко богоугодное дело не бывает без искушений поэтому сейчас я секунду прошу прощения все все замечательно правда я чуть чуть тем не стал но зато я опять могу видеть ваши вопросы только на компьютером на компьютере так сыну я вы что вы можете посоветовать если мой брат атеист но он есть съезд пасхи ходит церковь на пасху что посоветовать если брат атеист знаете вот изумительное есть выражение если ты не веришь бога зачем ты его отрицаешь если его нету если ты гонишь бога кого ты гонишь и зачем да а если бог есть что ж ты делаешь ты гонишь того который тебе нужен мне очень нравится изумительный пример который приводит лука его сенецкий вы знаете что этот святой святитель он основатель гнойной хирургии и он много операции делал и вот и изумительный пример приводит для рассуждения он говорит что я очень много как бы черепов скрыл мозги я там видел а вот разума не видел понимаете но все скажут у есть разум а когда скажешь покажи мне разум никто не покажет поэтому вот этот пример он очень созидательный понимаете частички божие можно увидеть как минимум это душа когда человек без души это труп как минимум мироточение кон есть кровоточение кон есть святые нетленность мощей которых как нетленные найти как можно мумифицируя но не просто еще от их мощи чудеса происходят исцеление различные как малые таки великие поэтому тут как вот доказательство боже да пожалуйста сплошь и рядом только нужно всегда подумать нужно тебе ли это доказательство наше чудо уже в том что мы как минимум утром проснулись уже чудо по что могли просто не проснулся есть такой синдром внезапной смерти господь тебе дал этот день и и дал для того чтобы ты его прожил как человек творение божие не животное чисто потребительский покушать поплодиться и еще что-либо чисто потребительским что-то я хотел какой-то пример хотел привести тоже по поводу доказательства бога но сейчас не честно говоря запамятовал давайте наверное еще раз еще ваши вопросы или я со списка здесь прочитаю вопрос который мне задавали в также других письмах личных это эфир эфир вот интересная скоро вот дайте мне чуть-чуть времени я сделаю интересный сюжет по поводу серьезный журнал французский я думаю вы вместе со мной так поднимите себе настроение потому что буквально на днях я прочитала статью как нужно аккуратно ставить свечи чтоб никто не переставил чтобы благодать твой не забрали там чтоб пальцем к тебе не прикоснулись потому что через палец может благодать от тебя уйти но это это нонсенс я запишу целый эфир я покажу где эта статья я в фейсбуке наткнулся на нее когда читал определенные материалы но это это нечто это нечто я думаю вам понравится так ну давайте пока вы здесь прямом эфире не пишите вопросов я вот здесь зачитаем так батюшка благословите как найти своего духовника вы часто говорите о духовнике что нужно делать все многие вещи по благословению духовника я от многих слышу что у них есть отец которому можно обратиться с помощью за благословением исповедоваться я хожу в храм на исповедь к любимому батюшку но мои знакомые говорят что чтобы я имела свое духовника спаси господи но надо сказать что священник скажем так которым вы ходите просто общаться и духовник это разные вещи духовник в том числе порой физически чувствует вашей немощи помимо духовных поэтому тут очень тонкая духовная грань между духовником и чадом духовным конечно чаще всего нужно исповедоваться господу при свидетеле своем духовнике потому что он на должен знать ваши физические теле и духовные немощи чтобы мог как бы направлять по нужному духовному руслу поэтому тут еще возникает с этим вопрос а где его искать и какой он должен быть старый молодой но скажем так он первую очередь должен быть вам по душе перед которым вы можете не лукавля честно открыто вот развернуть свою душу доверчиво так может быть без каких-то нюансов которые вам не хотелось бы раскрывать но тем не менее и по возрасту но это может быть я бы сказал так но хотя бы два-три года чтобы священник прослужил чтобы ну хоть какой-то у него личный опыт появился вы знаете самом начале моего служения стали ко мне люди подходить не говорить что батюшка будьте духовником я ни в коем случае не соглашался игру приходите и насколько я имею опыт я вам что-то подскажу посоветую но вот прям духовником даже патриарх алексей говорил за младостарчество вот это вот очень опасно когда только рукоположили те ты начинаешь там мудровать много советов давать еще никакого вообще совершенно не имея духовного опыта я всегда говорю что весь мой опыт это опыт моего папы священника которую я постоянно находился видео как он общается ну конечно когда это индивидуальные общения какие-то были естественные не слышал их вот так вот в ходе его бесед с прихожанами с там в администрации то есть вот весь опыт перри первую очередь был его ну вот практически уже девять лет сам служу священником какой-то уже небольшой тоже имею поэтому иногда проще как-то посоветовать но вам скажу вот акцент такой сделаю в первую очередь священник сам должен показывать пример если он что-то говорит к чему-то призывает он должен сам этим и жить если он это рекомендует или благословляет в первую очередь вот поэтому духовник может быть хоть в соседнем в храме хоть за 350 километров ну условно выражаясь там потому что допустим ой да вы не от меня вообще ну что вам не соврать это 300 больше около 400 километров меня поэтому я не могу съездить позвоню пообщаюсь посоветуюсь но это очень важно многие недооценивают что такое кто такой духовник ну поверьте это очень значимая личность она для нашей души потому что когда он молится он также может попросить и какого-то священника вместе помолиться а господь где двое или трое во имя мое там и я посреди них вы простите что перебываю но у меня вопрос да пожалуйста я готов я могу говорить говорить но может быть это не всегда всем интересно пишите вопрос я прочитаю пока мисс пока вы пишите вопрос я подготовлю еще один параллельный так читаем убийство ой как быстро вы промотали сейчас я попробую здесь промотать вот убийственно на войне это грех но я как-то уже отвечал на этот вопрос во первых это долг если я военно обязаны и мой долг защищать мою страну мою семью то господь показываю мы выступаем вроде 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 миротворцев которые пытаются сохранить мир если как вспоминаем святого александра невского сказал что кто кто нам с мечом придет от меча и погибнет поэтому естественно если не мы пришли уничтожать то а защищать порой ценой своей жизни а вы помните слова господа нашего иисуса христа который сказал что нет больше подвига чем положить душу за други своя на войне мы очень часто видим подвиг подвиг самопожертвования когда ценой своей жизни там бросили гранату бросился лег на эту гранату его разорвало а служивцы живы остались поэтому тут на войне часто и можно увидеть подвиг самопожертвования искренней любви поэтому грех конечно есть но он не столь тяжек когда ты делаешь это ради защиты не ради живы или еще чего-либо следующий вопрос это плохо если не могу общаться с невоцерковленной людьми вопрос стараюсь воцерковить свои своих подруг и а если не получается не дружить с ними это неправильно ну и тут очень нужно опять-таки по внутреннему состоянию если люди начинают скажем так глумиться как-то смеяться над вашими религиозными чувствами начинают унижать где-то ваше внутреннее состояние то достойно дипломатично извиниться с как простите нам нечем с вами говорить я помолюсь может господь вас вразумит вот так вот с любовью ответить если это такие совсем агрессивно может быть на настроенные люди если вы чувствуете силы в себе и можете достойно ответить вы читаете вопросы за эти батюшки которые чаще у вас вас самих спрашивают то можно с ними и подискутировать но нужно понимать что сможете вы это или нет чтобы не опять-таки и сказали вы сами ничего не знаете чему там учите и тому подобное нужно скротостью любовь постараться ответить воцерковить вы старайтесь людей ну тут очень грань должна быть толкая между воцерковить и вместо и между духовной прелестью что вы несколько не взяли на себя приоритет вот я все знаю никто больше ничего не знает там не батюшки не знаю там книжки никакие больше не нужно вам читать там только вот меня слушать это уже гордыня духовная прелесть поэтому можно совсем в этом погрязнуть и погибнуть ну а если это опять-таки повторюсь кротостью с любовью то можно и попробовать некоторых воцерковить ну допустим как учитель воскресной школе да он деткам дают ту духовную информацию которая нужна в рамках программы воскресной школы так а если не дружить ну опять-таки тут дружба дружбе розни что опять-таки вкладываете в понятие дружить если это коллеги на работе вы приходите на работу трудиться чтобы заработать на кусок хлеба вас никто не заставляет дружить а поступать с каждым человеком достойно уважительно духовно нравственно мы обязаны потому что мы хорошие не только когда в храм пришли тоже в тот же момент когда мы вышли из храма мы такие же должны остаться достойны уважения православных христианами а приоритет дружить или не дружить я вам все-таки тут по внутреннему своему состоянию на нужно смотреть не понимаете иногда как апостол па говорит расскажите два скажите а не слышу от вас отойдите то есть поэтому надо конечно по ситуации смотреть а вообще я скажу так что господь дает солнце над всеми и над праздниками над грешниками и дождь дождь посылает и добрым и злым людям то есть господь не разделяет до момента своего суда когда человек уже умер и он приходит ему на суд то есть он до последнего издыхания даже на смертном одре он дает ему возможность покаяться вот у меня конкретный сегодня случай да я приехал человеку который по сути может быть раз на пасху приходил а каждый год на службу то есть для него так вот с захожане я ярко выражены но когда уже он лежал но не могу сказать что прямо на смертном дре но он очень тяжелый болит и исповедовался он плакал то есть это что о чем говорит что он сокрушается в своих грехах не просто равнодушно там что-то перечислил а на самом деле с глубины души он в этом кается поэтому мы не сердцевец и нам не нужно отвечать за людей плохой он хороший господь сам знает вот ну давайте следующий вопрос что я то остановила и у меня вопросы не дальше не шли а если они той же веры той же крови а я гражданская я гражданские войне вы знаете это конечно очень тяжелый вопрос гражданская война конечно брата убийства брат на брата но я затрудняюсь ответить на этот вопрос взять допустим украину а когда там одним мозги совсем зазомбировали что они вообще ничего не понимать не слышат а тут очень надо осторожно общаться с людьми постараться все-таки по-христиански с ними общаться не отвергать их вот смотрите конкретно ситуация с украины мы же не говорим что там все какие-то как бы таким дипломатичным словом назвать скуда умные нет это братья христиане братья славяне которых мы также молимся чтобы господь их разумею чтобы они в пришли все-таки в мир понимания кто их возглавляет откуда корень этот идиот и к чему он к сожалению в итоге придет обвинять можно всех во всех своих проблемах но нужно всегда помнить что источник наших жизней земных проблем мы сами мы сами себе загоняем себя загоняем ту яму из которой потом нам очень трудно вылезти поэтому насчет гражданской войны я даже не берусь тут ответить и ну может быть только если я нахожусь в квартире ко мне пришли допустим убивать мою семью я должен ее защитить все это вы можете сказать ну мы же христиане мы же должны претерпеть но это не ради христа это не исповедничество это абсурд гражданская война это абсурд поэтому только исключительный момент когда нужно защитить свою семью может даже ценой своей жизни далее нет не все все-таки убийство на войне нет все-таки убийство ну в принципе убийство в любом случае это грех другое дело что в каких это условия так дальше 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 так сейчас так просто три года прошло а память пока не дает жить ну я вас очень глубоко понимаю я такой бы молился о всех по возможности если вы их кого-то убили скажем так молиться о всех погибших кого вы знаете не знаете потому что у бога все живы и господу одному ведому вашей ситуации так как разбойник благоразумный он осознает грех кается но тут разные обстоятельства так так вопрос закончился перекрутил наверх если есть вопрос еще задавайте я пока параллельно есть вопросы если бы церковь учили что убийство на войне грех не было крови там извините за прямотом да это ваше мнение понимаете церковь горит что не убить только понимаете можно обвинять тут всех и и бога обвинять вот он такой добра а воины происходят только не господь заставляет эти войны делать за всякого рода бизнесы шахты и тому подобно политическую власть не господь заставляет воевать и что-то чтобы получить понимаете здравствуйте не господь заставляет а люди по своей алчности из по желанию править всем вот если повиновались господу и соблюдали его западе тогда его не было пошел за господь еще до рождества своего христова скажем так ветхом завете дал запад не убить ну все равно ж не соблюдайте не соблюдают поэтому как церковь не призывать конечно призывает не уби только в этой заповеди больше можно раскрыть руку не подними душу человеку не бей вашу можно словом убить человека оскорбив в ныне ввести его что он закончить жизнь самоубийством понимаете это многогранная заповедь ну простите если что лишнее сказал так здравствуйте здравствуйте как вы относитесь к молитве по соглашению положительно многие не знают что такое молитва по соглашению есть конкретно молитва и несколько людей допустим сговаривается чтобы в одно время читать эту молитву перечислять людей ну и добавлять прошение о чем они просят допустим очень дорогие кто-то не может родить вот допустим там я и еще два человека с договорились что там 8 9 часов вечера будем молиться я вот вспоминаю очень дорогие там василия и и марии а петре о завершении благого там строительства дома и они также а мне молятся вот это молитва по соглашению но есть текст конкретный с добавлением имен и прошение о чем мы просим господа почему это появилась такая практика ну потому что господь сказал где двое или трое во имя мое там и я по сведению но это вне церковная такая скажем так служба но не служба даже молитва общее так разве можно вам здесь находиться вы имеете в интернете в эфире ну сказать если чтобы мне больше помолиться больше своей душе уделить внимание то нельзя а если чтобы как-то душам помочь скажем так вашим где-то ответить дать добрый совет то очень нужно мне здесь быть поэтому тут двоякая ситуация хочу я больше о себе позаботиться или быть больше полезным людям чтобы больше угодить богу поэтому тут двоякая ситуация нужно мне здесь быть или не нужно так как вы относитесь молитва соглашению дальше молитва соглашению так дальше если бы учился возможно убивать на войне не было но 17 год давайте скажем так что в семнадцатом году во первых не церковь создала эту революцию история богата и все вы прекрасно понимаете что это все было в том числе проспонсировано что люди приехали за рубежаев сделать эту революцию которая многое из элиты приближенной царской хотели поиметь свои опять-таки ради алчных моментов что-то что-то себе урвать не господь их заставил так же как всегда и призывали соблюдать закон только хотели одна из диалоги было что вы сегодня никто вы крестьяне а завтра вам дадим и деньги и власти вы будете как кухарка ленин кричал станет начальницей поэтому тут опять-таки алчный алчное слабое место люди подверженным греху сугубому так далее секунду подыму в библии был бавилонский плен за грехи евреев был господь попустил понимаете это ветхий завет там и око за око зуб за зуб там много таких вещей были скажем так ради справедливости если жена твоя изменила да и книгу отпустительную да и пусть идет на все три четыре стороны ветха в новом завете как бы мы уже читаем что господь горит если ты посмотрел на женщину с вожделением ты уже в сердце согрешил с нею а там пожалуйста книгу отпустительную не дря господь те заповеди были вам даны по жестокосердечью вашему поэтому тут надо смотреть не совсем можно всегда мешать на ветхий новый завет там за при запрет заповедь да не убей не прелюбосотворение укради там нельзя 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 а новом завете господь дает такие указу указаю указ указующие что ли такие спасительные заповеди то есть блаженный миротворство счастливый миротворство защитники те с нами можно рекуца блажение чистые сердцем то есть имея чистоту сердца ты богоузришь как правильность молиться посредством молитва общаться с ним то есть многогранно духовно раскроется твой дар милости божьих тебе так сколько вам лет мне 33 года 70 лет как и коммунизм 70 лет как и коммунизм не совсем понял вопрос простите просто дискутирую благодарю это только мое мнение воспримите чуть-чуть воспринимайте остро не не остро как вы относитесь к требу на повиновение на ведь поминание на вечность если скажем так храм будет вечно отстоять вечно и буду читать по сути я очень благо отношусь к сорока устам почему потому что 40 служб 40 дней там прошло и вы можете опять сотворить милость а не так я откупился купил контрибуции индульгенцию и все я молодец не барабан и дудку понимаете это такая я сделал я молодец отвяжитесь нужен постоянный труд постоянный подвиг молитвенные телесные не просто я записку подал за своих сродников этот труд уже будет нести священник в первую очередь ваша добродетель конечно назначима для господа господи примет но нужно не забывать что также вы можете в храме потрудиться не только записка какое-то послушание сделать во благо спасения своей души и пользу своих сродников молитва на поминовение вечное ну слава богу лишь бы читали понимаете я вам по опыту скажу вот допустим греки господь так сподобил меня скажем так мне подарок сделали с собой взяли две семьи когда-то в иерусалим и вот мы молились в вифлееме в храме рождества христова и многие подают саркаусты то есть греки вообще не поймут что такое саркаусты это чисто церковная практика русской церкви но поскольку там не читать 40 дней раз прочитали все и в следующий раз вы опять сотворяете определенный подвиг подавая это записочку свою милостинку на содержание храма буквально сегодня мне один человек кричал вы должны отпеть во славу боже да я могу отпеть во славу боже я это дело слатье господи по полу будет сказано если люди допустим не могут пожертвовать какую-то копеечку я это делаю церковь некоммерческая организация если вы пришли и сказали баишка но нету возможности да я сделал безвозмездно это но когда нужно сравнить две вещи он говорит вы должны это безвозмездно делать игр хорошо я это сделал безвозмездно но вы малоимущая семья вы нуждающиеся нет а вы будете в состолья делать вот купить да с каких делов простите запрямую слова я должен тогда это безвозмездно делать то есть на водку на застолье на развлекаловку вы найдете на возможность деньги она пожертвовать на нужды храма когда бродителя вашем же сроднике вас в мы должны этого слава боже сделать вот абсурд понимаете но если это на самом деле нуждающиеся люди ну я думаю ни один священник не откажет вам во слава боже это сделать безвозмездно так дальше 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 сейчас еще вопрос подошел меня так вопросов нету больше ого 43 минуты мы идем на новый рекорд так так сейчас посмотрим что у нас ну вот вопрос далее супруг изменил меня ушел от меня бросил меня с двумя детьми подал на развод как мне быть в этой ситуации ну как быть я вам скажу так невольник не богомольник заставлять его любить вас это бесполезно может быть не сразу соглашаться на развод помолиться где-то проявить терпение ну может быть нужно потому что по порой как апостол павел сказал неверующая жена освещает неверующего мужа поэтому нужно порой сохранить отношения я вижу отвечу в личке нужно сохранить отношения помолиться господу боже матери петру и февроне гури саму не а виве но если уже никак человек не вразумляется не хочет всячески еще начинает дальше оскорблять и тому прочее то ну отпустите его может господь и отводит его от вас такое тоже может быть может быть без него гораздо вы будете счастливы и спокойней и не будете постоянно глотать успокоительные таблетки не будут дети в стрессе постоянно ходиться разная ситуация может ну побороться за семью конечно всегда нужно рекомендую посмотреть мне очень понравилось мы с прихожанами с детками ходили на мультик о сказании о Петре и Февроне очень нам понравилось и ко мне сходите хотя может быть в кинотеатрах уже не идет может быть интернете найдете так 45 минут новый рекорд я благодарю вас за уделенное мне время надеюсь кому-то я был сегодня полезен ответил на вопросы благодарю за честные открытые вопросы если что-то еще не надо ответил пишите в личке прошу вас также обратить внимание есть у меня youtube канал в котором я тоже выкладываю видео последнего тоже изумительно пример вечной любви кстати как один пожилой человек ходит на могилу своей супруги которую почила уже шесть лет назад и за дня в день практически ходит в разную погоду сам он ему 82 года он ходит на могилу заходит в храм где я служу ставит свечечку и идет на могилу своей супруге вот такой обед богу дал практически я думаю будет ходить до конца дней своих вот посмотрите я здесь на стену вконтакте выложил ну и на youtube канале буду рад если вы подпишитесь что вы увидели эти видео если кому-то что-то понравилось я там не сторонник призвать ставьте лайки и тому подобное но если вам понравилось я буду рад если вы отметите храни вас господь с вами был священник константин мальцев ангелохранитель аминь ангелохранитель аминь